Игры на воде могут завершиться весьма печально. Особой опасности подвергаются любители понырять в непредусмотренных для этого местах. Часто шутка оборачивается для горя прыгунов перелом шейных позвонков. Это очень опасный вид травмы, рассказывает заведующий отделением нейрохирургии Олег Малышев. Говорит, человек может на всю жизнь остаться инвалидом, а если вовремя не прийти на помощь, то исход будет куда печальнее. За последние 10 дней в медучреждение поступило три пациента с повреждением шеи. Два человека вошли как бы просто с берега в воду и не рассчитали свои усилия на песчаном дне. И один человек пострадал просто по-глупому, на него сверху кто-то свалился и получил повреждение шейного отдела позвоночника. Все эти три пациента получили тяжелую позвоночную спинно-мозговую травму, ушиб спинного мозга тяжелой степени, переломы различных позвонков шейного отдела. Пациенты все поступили с признаками утопления. К счастью, всех пострадавших удалось спасти. Олег Малышев говорит, шансы нормально передвигаться, пока есть у двоих. Состояние последнего неизвестно. Врач настоятельно просит внимательно относиться к своему здоровью, нырять только в специально отведенных местах. И лучше всего это делать в бассейнах под присмотром инструктора. Секунда и вы погибаете прямо в воде на фоне осложнений, которые возникают. То есть невозможность выплать, утопление и тем самым можно погибнуть. Но те, кто выживает, они становятся инвалидами в большей или меньшей степени. Отдыхающие продолжают нырять, не боясь страшных последствий. Однако некоторые теперь знают, чем может завершиться обычный прыжок. Разбежался удар, ударился от дна, потерял сознание. Ну, в фаге победы. Не стоит только лезть в воду. На пляже Хрустальный нам удалось увидеть только одного спасателя. Администрации на месте не оказалось. Правда, везде есть предупреждающие плакаты с надписью «Нырять запрещено». Однако большинство отдыхающих это игнорируют. Особенно часто запрет нарушают дети от 8 до 12 лет. Впоследствии режутся одно, получают ушибы. С родителями детки маленькие прыгают. Родители на это не обращают никакого внимания. Делаешь замечание, говоришь, а вон все прыгают, а что, а чего. И вот на этом все и заканчивается. В этом году пациентов в нейрохирургии в два раза больше, чем в прошлом. За такой же промежуток времени. И это еще не конец курортного сезона. Рината Малышева, Екатерина Долгополова. Программа «Наше время».